Дюссендер глубоко затягивался, не выпуская сигареты изо рта. Иногда мне мерещатся люди, которые были со мной в Паттоне. Не охранники, не офицеры, заключенные. Помню случай в Западной Германии лет десять назад. На дороге произошла авария, образовалась пробка. Я глянул направо, в соседнем ряду стояла симка, за рулем которой седой человек. Он не сводил с меня глаз. На щеке у него был шрам, лицо как простыня. Паттон, решил я. Он там был, он узнал меня. Стояла зима, но я не сомневался. Снять с него пальто и закатать рука в сорочки, обнаружится лагерный номер. Наконец, движение возобновилось. Я оторвался от симки. Еще десять минут, и я бы не выдержал. Я бы вытащил его из машины и начал бить. Есть номер, нет номера, все равно. Я бы начал бить его за то, что он так смотрел на меня. Вскоре я уехал из Германии. Навсегда. Вовремя смылись, заметил тот. В других местах было не лучше. Рим, Гаванна, Мехико. Только здесь я выкинул все это из головы. Хожу в кино, решаю шарады, по вечерам читаю романы. Все больше дрянные, или смотрю телевизор. И тяну виски, пока не начинает клонить в сон. Ничего такого мне больше не снится. Если ловлю на себе чей-то взгляд на рынке, в библиотеке, у табачного киоска, то только потому, что я кому-то напомнил его дедушку. Или старого учителя, или бывшего соседа. А то, что было в Паттоне, это было не со мной. С другим человеком. Вот и отлично, — подытожил Тодд. Про все про это вы мне и расскажете. Ты, мальчик, не понял. Я не хочу об этом говорить. Никуда не денетесь. Иначе все узнают, кто вы такой. Дюссендер без кровинки в лице внимательно посмотрел на Тодда. Я чувствовал, — произнес он после паузы, — Я чувствовал, что кончится вымогательством. Август 1974 года. Они сидели на заднем крыльце под безоблачным дружелюбным небом. Тодд в футболке, джинсах и кедах, Дюссендер в заношенной рубахе и мешковатых брюках на подтяжках. Ну и видочек, — мысленно скривился Тодд. Можно подумать, что все это ему пришло В посылочке от армии спасения. Надо будет что-нибудь придумать. Таким тряпьем можно испортить все удовольствие. Они закусывали сэндвичами Биг Мак, Доставая их из корзинки. Не зря Тодд накручивал педали. Сэндвичи были теплые. Тодд потягивал через соломинку тонизирующий напиток. Дюссендер пил свое виски. Его голос шелестел, как газета. Прерывался, набирал силу и тут же слабел. Делался почти неслышным. Его выцветшим глазам с красными прожилками Никак не удавалось остановиться на одной точке. Со стороны могло показаться, что на крыльце сидят дед и внук. Вот все, что я помню, закончил Дюссендер И откусил от сэндвича добрую треть. По подбородку потек соус. А если подумать, — мягко спросил Тодд, — Дюссендер изрядно отхлебнул. Пижамы были бумажные, — процедил он. Когда заключенный умирал, его одежда переходила к другому. Иногда одну пижаму снашивали до сорока заключенных. Я удостоился лестной оценки, забережливое отношение к имуществу. От глюкса? От Гиммлера. Постойте-ка. В Паттене была швейная фабрика. Вы говорили неделю назад. Почему же там не шили пижамы? Заключенные могли сами шить их. Фабрика в Паттене выпускала обмундирование для немецких солдат. И вообще мы, — Дюссендер осекся, но усилием воли заставил себя закончить. Нашу задачу не входило укреплять здоровье заключенных. Может быть, на сегодня хватит? Пожалуйста, у меня горло болит. Вы слишком много курите, — заметил ему Тодд. Расскажите еще немного про одежду. Какую? — угрюмо спросил Дюссендер. Лагерную или эсэсовскую. Тодд и лыбнулся. И то, и другое. Сентябрь 1974 года. Тодд делал себе в кухне сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Кухня находилась на некотором возвышении, и вся сияла хромом и нержавейкой. Тодд недавно пришел из школы, а мать все никак не могла оторваться от своей электрической машинки. Она печатала диплом какому-то студенту. Студент в очках, с немыслимыми линзами, с торчащими во все стороны короткими волосами. Казался Тодду пришельцем из космоса. А написал он что-то такое про распространение плодовой мушки в долине Саленос, послевоенный период, или еще о какую-то муру в этом духе. Тодд стрек от машинки оборвался, и мать вышла из кабинета. «Вот и тот смыса кот», сказала она вместо приветствия. «Вот и Моника из Салоников», ей в тон сказал Тодд. «Для своих тридцати шести лет, мать у меня, будь здоров, подумал он, высокая, стройненькая, светлые волосы чуть тронуты пепельным оттенком, темно-красные шорты, прозрачная блузка с янтарным отливом, небрежно завязанная узлом под самой грудью. Достаточно открыто, чтобы каждый мог оценить эти маленькие, ничем не стесненные взгорки. Из волос у нее торчал ластик, а сами волосы были наспех схвачены бирюзовой заколкой. Что в школе? Она поднялась по ступенькам в кухню и, мимоходом чмокнув сына, присела возле рабочего столика. Полный ажур! Снова будешь в списках лучших? Ясное дело! Вообще-то тот чувствовал, что может в четвертой четверти несколько сдать позиции. Уже очень много времени он торчал у Дюссендера. И даже когда не торчал, в голову лезла вся эта дрянь, поведанная ему отставным воякой. Пару раз эта дрянь даже ему приснилась. Да ладно! Было бы о чем говорить. Тот Полвин способный ученик. С этими словами мать взъерошила его лохматую голову. Как сэндвич. Ничего. Сделай-ка мне тоже. И принеси, пожалуйста, в кабинет. Не могу, сказал он, вставая. Я обещал мистеру Дэнкеру, что почитаю ему часок-другой. Опять Робинзон Круза? Нет. Он показал ей корешок толстой книги, купленной в буке по дешевке. Том Джонс. Мать честная! Тот лапка! Тебе ж на это года не хватит! Взял бы опять адаптированное издание. Ему хочется услышать всю книгу целиком. Так он сказал. Секунду. Она точно бы оценивала сына взглядом. Потом привлекла к себе. Тот смутился. Мать редко выказывала свои чувства. Ты ангел. Почти все свободное время читаешь ему вслух. Нам с папой кажется, да такого просто не бывает. Тот скромно потупился. И ведь никому ни слова. Прячешь, можно сказать, свои таланты. Да ну! Этим только проговорись, совсем скажут завернутый. А то и с дерьмом смешают. Фу! Какие слова! Машинально выговорила она сыну. И вдруг спросила. Как ты думаешь, не пригласить ли нам мистера Дэнкера поужинать с нами? Может быть, туманно ответил тот. Слушай, мне пора рвать когти. Поняла. Ужин в половине седьмого. Не забудь. Ладно. Папа у нас сегодня опять допоздна на работе. Так что мы ужинаем вдвоем. Возражений нет. Я в восторге, лапка. Она провожала его влюбленной улыбкой. Надеюсь, думала она, в Томми Джонсе нет ничего такого, о чем не следовало бы знать тринадцатилетнему подростку. Вряд ли, если учесть, в каком обществе мы живем. За доллары двадцать пять центов ты можешь купить пентхаус в любой книжной лавке. А какому-нибудь расторопному мальцу и денег не надо. Схватил журнал с полки, только его и видели. Так что вряд ли книга, написанная двести лет назад, может дурно повлиять на Тодда. А старому человеку какое-никакое удовольствие. И потом, как любит говорить Ричард, для подростка весь мир огромная лаборатория. Пусть понемногу разбирается, что к чему. При здоровой семье и любящих родителях. Если он и узнает о теневых сторонах жизни, это только закалит его. Уж такому, как наш Тод, ничего не страшно. Так думала Моника, прослеживая взглядом удаляющийся велосипед. Хорошо мы воспитали мальчика, мысленно отметила она и стала делать себе сэндвич. Хорошо, ничего не скажешь. Октябрь 1974 года. Дюссендер похудел. Они сидели в кухне, между ними на клеенке потрепанный Том Филдинга. Тот, не упускавший из вида ни одной мелочи, не пожалел денег, которые ему выдавали на карманные расходы, и купил комментарии Клиффа с кратким изложением содержания романа. Если родители вдруг проявят интерес к Тому Джонсу, тот сумеет удовлетворить их любопытство. Сейчас он приканчивал Буше. Он купил два пирожных себе и Дюссендеру. Но тот к своему пока не притронулся. Изредка тупо поглядывал на него и, зная, отхлебывал виски. «И как все это переправлялось в Паттон?» спросил тот. «По железной дороге. На вагонах писали медикаменты. Содержимое укладывалось в длинные ящики наподобие гробов. В этом что-то было. Заключенные выгружали ящики и составляли их в лазарете. Потом наши люди переносили ящики в складское помещение. Они делали это ночью. Склад находился непосредственно за душевыми. И это всегда был циклун Б? Нет. Иногда присылали экспериментальный газ. Высшее командование постоянно требовало повышать эффективность. Однажды нам прислали новинку под кодовым названием ПЕГАС нервно-паралитического действия. От него, слава богу, вскоре отказались. Уж очень... Заметив, как мальчик подался вперед, как согорелись у него глаза, Дюссендер осекся. А затем, сделанным равнодушием, махнул рукой с зажатым в ней пустым стаканчиком. Он себя, в общем, не оправдал. Но то да, не так-то просто было обвести вокруг пальца. Пожалуйста, поподробнее. Не могу. Дюссендера даже передернуло. Сколько же он не вспоминал о ПЕГАСе? Десять, двадцать? Про это не буду. Я отказываюсь. Я сказал поподробнее. Тот облизал с пальцев шоколад. Иначе сами знаете, что будет. Да, подумал Дюссендер, знаю. Еще бы мне не знать, маленький гаденыш. Серьезное мероприятие превратилось в кан-кан. С трудом выдавил он из себя. Кан-кан? Это были какие-то немыслимые па. Многие при этом хохотали. Мрак, сказал тот и показал на буше Дюссендера. Вы что, не будете? Дюссендер не ответил. Взгляд его застилала дымка воспоминаний. Сейчас он был далек и недоступен, как обратная сторона Луны. Все чувства смешались, отвращения и... И неужели ностальгия? Казалось, этому не будет конца. И тогда я приказал открыть огонь. Узная об этом начальство, мне бы не поздоровилось. Фюрер тогда объявил, что каждый патрон наше национальное достояние. Но этот хохот я не мог. Не мог я больше. Еще бы, согласился тот, приканчивая второе пирожное. Остатки сладкие, как любила повторять мама. История, что надо. Вообще, вы рассказываете, что надо, мистер Дюссендер. Вас только расшевели. Тот поощрительно улыбнулся, и Дюссендер, да-да. Дюссендер, сам того не желая, улыбнулся в ответ. Ноябрь 1974 года. Дик Болден, отец Тодда, человек прямой и недалекий, отдавал предпочтение консервативному стилю одежды. Дома он надевал очки без оправы, имевшие обыкновение съезжать ему на нос, что делало его похожим на директора школы. В настоящий момент сходство довершал табель с оценками за первую четверть. Этим листком он грозно постукивал по столу. Одна четверка, четыре тройки и одна двойка. Двойка! Это же черт знает что, тот! Мама старается не подавать виду, но она совершенно подавлена. Тот стоял потупившись. Когда отец чертыхается, тут уже не до улыбок. У тебя никогда не было таких оценок. Двойка по алгебре? Как это прикажешь понимать? Сам не знаю, папа. Тот упорно разглядывал свои кеды. Мы с мамой считаем, что ты проводишь слишком много времени у мистера Денкера, а учебу по боку. Придется сократить ваши свидания, во всяком случае, пока не подтянешься. Тот резко поднял голову и на мгновение Болден-старший увидел в глазах сына холодную ярость. В следующую секунду взгляд уже был нормальный, открытый, ну, разве что чуть-чуть несчастный. Не иначе показалось, чтобы тот разозлился на отца. Такого не бывало. Они ведь друзья. Никаких секретов друг от друга, что Дик Болден изредка изменяет жене со своей секретаршей, это не в счет. Не рассказывать же о таких вещах в самом деле подростку сыну. Тем более, что это ни в коем мере не отражается на семье. Да, его отношения с сыном были, можно сказать, образцовыми, еще бы не образцовыми, когда окружающий мир словно с катушек сорвался. Старшеклассники балуются героином, а ровесники Тодда попадают в вен-диспансер. Не надо, пап, зачем наказывать мистера Данкера, когда во всем виноват я. Он же без меня совсем пропадет, а я подтянусь, правда. Это алгебра, я просто сразу не врубился. А потом мы с Беном Трименом позанимались, и я начал соображать. Честное слово. Дик Боуден понемногу смягчился. На Тодда нельзя было долго сердиться. И его слова, что нельзя наказывать старика, с этим трудно не согласиться. Бедняга так его всегда ждет. Ты даже не представляешь себе, как наш математик разбушевался. Он многим поставил пары, и даже три или четыре кола. Боуден задумчивости кивал головой. А к мистеру Денкеру я по средам перед алгеброй ходить не буду. Отцовский взгляд словно бы подсказывал Тодду правильный ход мыслей. Буду заниматься, как Бобик, вот увидишь. Тебе он так нравится, этот мистер Денкер. А что, он молочина, ответил Тодд, вполне искренне. Ну, хорошо, будь по-твоему. Чтобы к январю все вошло в колею, ясно. Я думаю о твоем будущем. О нем, между прочим, надо думать уже сейчас, уж я-то знаю. Так же часто, как мать повторяла остатки сладкие, отец говорил, уж я-то знаю. Я понял, серьезно, по-мужски, произнес Тодд. Тогда за дело. Дик Болден хлопнул сына по плечу. Полный вперед! Есть! отозвался Тодд и изобразил на лице ослепительную улыбку. Дик Болден провожал глазами сына не без чувства гордости. Что бы там ни говори, о таких, как Тодд, еще поискать. Из чего это я взял, что он на меня разозлился, подумал Болден старший. Мне ли не знать своего сына? Да, я читаю его мысли, как свои собственные. У нас с ним полный контакт. Исполнив отцовский долг, Дик Болден развернул чертежи и, посвистывая, погрузился в работу. Декабрь 1974 года. Тодд держал левую руку за спиной. Когда дверь открылась, Фом протянул Дюссендеру большой сверток. Веселого Рождества! Дюссендер поморщился от его крика, и сверток принял безвидимого удовольствия. Он осторожно держал его на весу, точно боясь, что вот сейчас пакет взорвется. На улице шел дождь, и Тоду пришлось спрятать подарок под плащ. Зря, что ли, он заворачивал его в яркую оберточную бумагу и перевязывал цветной лентой. «Что это?» без особого интереса спросил Дюссендер по дороге на кухню. «Откройте и увидите». Тодд достал из кармана банку тонизирующего и поставил на стол. «Но сначала опустите жалюзи», добавил он с договорщицким тоном. Дюссендер сразу заподозрил неладное жалюзи. «Это еще зачем?» «Мало ли, вдруг кто следит за вами», улыбнулся тот. «Разве за столько лет это не вошло у вас привычку?» Дюссендер опустил жалюзи, затем налил себе виски, затем развязал ленту. Подарок был завернут так, как может завернуть только мальчишка, у которого в уме вещи поважнее. Посмотреть футбол или погонять во дворе шайбу. Бумага тут и там порвана, вся осикость, накость, скотч налеплен где попало. Вот что выходит, когда за женское дело берутся нетерпеливые руки подростка. Но Дюссендер к собственному своему удивлению был все же тронут. Позже, когда прошел первый шок от увиденного, он подумал, а ведь я мог бы и догадаться. Это была форма. Черная эсэсовская форма вместе с сапогами. Дюссендер рассеянно переводил взгляд с содержимого на броскую наклейку. Питер магазин модной одежды с 1951 года к вашим услугам. «Нет», глухо произнес он, «не надену. Это, знаешь, уже чересчур умру, а не надену». «Вам напомнить, что они сделали с Эйхманом?» с металлом в голосе спросил тот. «Старым человеком, далеким от политики, так, кажется, вы говорили. Кстати, я всю осень откладывал деньги на это дело. 80 долларов, между прочим, вместе с сапогами. Если не ошибаюсь, в 44-м вы все это носили и с удовольствием». «Ну, гаденыш!» Дюссендер замахнулся кулаком. Тот стоял, не шелохнувшись, глаза блестели. «А ну», сказал он, «попробуйте, ударьте, только пальцем троньте!» Дюссендер опустил кулак, губы у него подергивались. «Исчадье ада!» пробормотал он. «Надевайте», сказал тот. Дюссендер взялся за пояс халата и остановился. Он посмотрел на Тодда Рабски с мольбой. «Ну, пожалуйста, мои годы мне трудно». Тот покачал головой, медленно, но твердо. В глазах все тот же блеск. Ему нравилось, когда Дюссендер молил о пощаде. Вот так же, наверное, когда-то молили о пощаде его самого в Паттоне. Халат Дюссендера упал на пол. Он стоял перед ним в одних трусах и тапочках. Палая грудь, небольшой животик, костлявые стариковские руки. Ничего, подумал тот, в форме все будет иначе. Дюссендер начал облачаться. Через десять минут он был одет, хотя плечи висели и фуражка сидела кривовато. Но зато эмблема, мертвая голова безусловно смотрелась. По всем облике Дюссендера появилось эдакое мрачное достоинство. По крайней мере, в глазах мальчика. Впервые он выглядел так, как, по мнению Тодда, он должен был выглядеть. Да, постаревший, да, потрепанный жизнью, но снова в форме. Не старпер, коротающий свой век перед ящиком, обросшим пылью, с допотопными рожками, обмотанными фольгой. Нет. Настоящий Курт Дюссендер. Упырь из Паттона. Сам Дюссендер испытывал отвращение и чувство неловкости. Еще, пожалуй, не сразу осознанное облегчение. Он презирал себя за эту слабость, которая только подтверждала, что мальчик сумел прибрать его к рукам. Он был пленником Тодда, и с каждым разом, когда он смирялся с очередным унижением, с каждым разом, когда он испытывал это чувство облегчения. Мальчишка забирал над ним все большую власть, но факт оставался фактом, его чуть-чуть отпустило. Подумаешь, сукно, пуговицы, кнопки. И жалкая к тому же имитация. Брюки почему-то на молнии, а не на пуговицах. Не те знаки различия, покрой скверный, сапоги из дешевого кожезаменителя. Словом, театр, как говорится, с него не убудет, тем более, что... Поправьте фуражку, громко сказал Тодд. Дюссендер вздрогнул и вытращался на него. Поправьте фуражку, солдат! Дюссендер поправил бессознательным движением, повернув козырек под этаким ухарским углом, как делали его обер-лейтенанты. Кстати, при всех своих погрешностях форма была обер-лейтенантская. Ноги вместе! Он лихо щелкнул каблуками. Это вышло у него автоматически, так, словно десятилетия, прошедшие со времен войны, были им отброшены вместе с домашним халатом. Ах, Тунг! Он встал по стойке смирно, и на мгновение Тоту стало страшно, действительно страшно. Он почувствовал себя, нет, не искусным чернокнижником, а скорее неопытным учеником, сумевшим вдохнуть жизнь в обыкновенную метлу. Но не знающим, как теперь ее укротить. Исчез старик, влачивший жалкое существование. Воскрес Курт Дюссендер. Но тут же секундный страх сменило ощущение собственного могущества. Кругом! И словно не было принято изрядной дозы виски, и словно не было четырех месяцев унижений, Дюссендер четко выполнил команду. Он услышал, как снова щелкнули каблуки. Прямо перед ним оказалась грязная засаленная плита. Но он не видел плиты. Он видел пыльный плац военной академии, где он осваивал солдатское ремесло. Кругом! На этот раз он сплоховал, потеряв равновесие. В иные времена он бы сходу получил поддых костяшкой стека. Плюс десяток нарядов не очереди. Он мысленно улыбнулся. Мальчишка, видать, не знает всех тонкостей, слава богу. А теперь шагом марш! Глаза у Тот догорели. Неожиданно Дюссендер весь как-то обмяк. Не надо, попросил он. Ну, пожалуйста. Марш! Я сказал марш! Слово так и застряло у Дюссендера в горле. Он начал печатать гусиный шаг по вытертому линолеуму. Ему пришлось сделать поворот, чтобы не налететь на стол, и еще один, чтобы не врезаться в стену. Его лицо слегка приподнятое было бесстрастным. Руки сами делали отмашку. От его тяжелого шага в шкафчике над мойкой позванивал дешевый фарфор. Тот вновь подумал об ожившей метле, и в нем шевельнулся прежний страх. Вдруг он понял, ему бы не хотелось, чтобы Дюссендер получал удовольствие от этого спектакля, а хотелось совсем другого. Может быть, кто знает, ему хотелось выставить Дюссендера в смешном виде, даже больше, чем вернуть старику его истинный облик. Но удивительное дело, непреклонный возраст, ни это нищенская обстановка ничуть не делали его смешным. Он сделался страшным, и то, что тот до сих пор видел на картинках, впервые приобрело вполне зримые очертания. Это уже была не какая-нибудь там сценка из фильма ужасов, но самое, что ни на есть будничная реальность, ошеломительная, непостижимая, зловещая. Ему даже почудился отдуряющий запах гниения. Его охватил ужас. «Стой!» выкрикнул он. Дюссендер с бессмысленным отсутствующим взглядом продолжал печатать шаг. Подбородок еще больше почти с вызовом вздернулся, тряблая кожа на шее натянулась. Хрящеватый тонкий нос, казалось, сам по себе устремлялся вперед. Тодо прошип пот. «Халт!» закричал он вне себя. Юссендер остановился и с резким щелчком приставил левую ногу. Какие-то мгновения лицо его оставалось бесстрастным. Лицо робота! Но вот на нем изобразилось смущение, затем обреченность, он сразу смык. Тод с облегчением перевел дыхание. Он был зол на самого себя. «Кто спрашивается здесь главный?» К нему уже возвращалась прежняя уверенность. «Я здесь главный!» «Он у меня по струнке будет ходить!» Тод улыбнулся. «Неплохо для начала, но если потренироваться, у вас еще лучше получится». Юссендер молчал, опустив голову и тяжело дыша. «Можете снять форму», великодушно разрешил Тод. В эту минуту он совсем не был уверен в том, что еще когда-нибудь попросит Дюссендера снова надеть ее. Январь 1975 года. Сразу после конца уроков Тод выскользнул из школы, сел на велосипед и покатил в городской парк. Найдя пустую скамейку, он вытащил из кармана табель с оценками за четверть. Он огляделся. Нет ли поблизости знакомых лиц, но увидел лишь двух школьников возле пруда, да еще каких-то отвратных типов, которые поочередно прикладывались к чему-то спрятанному в бумажный пакет. «Алкаши, чертовы!» подумал он. Но не алкаши были главной причиной его раздражения. Он развернул листок. «Английский три, история три, природоведение два, обществоведение четыре, французский один, алгебра один». Он не верил своим глазам. Он был готов к неутешительным итогам. Но что бы такое? А может, оно и к лучшему. Может, ты нарочно все запустил, чтобы поскорей покончить с этим, пока не случилось непоправимое. он прогнал эти мысли. Ничего не может случиться. Дюссендер у него вот где, не пикнет. Старик думает, что тот кому-то из своих друзей отдал на сохранение письмо, только не знает, кому именно. Если с Тодом, не дай бог, что произойдет, письмо окажется в полиции. В былые времена это бы Дюссендера вполне возможно не остановило. Но сейчас он не то, что быстро бежать, а и соображать быстро не способен. Он на меня вот где, прошипел тот, и вдруг со всей силы саданул себе поляшки. Ну, псих, опять разговариваешь сам с собой. Все началось месяца полтора назад, и он никак не мог избавиться от этой дурацкой манеры. Уже несколько раз на него поглядывали как-то странно, в том числе учителя. А этот сморчок Верни Эверсон так прямо и ляпнул. Ну, ты совсем ку-ку. Ох, как руки чесались врезать ему промеж глаз. Ссора, драка, нет, это никуда не годится. Нельзя такими вещами обращать на себя внимание. А уж разговаривать вслух это вообще хуже некуда. Хуже бывают только сны, пробормотал тот. И на этот раз себя даже не одернул. В последнее время ему снились жуткие сны. Обычно он стоял в шеренге изможденных людей, одетых, как и он, в полосатые пижамы. В воздухе пахло паленым, где-то подаль урчали бульдозеры. Мимо шеренги прохаживался Дюссендер и выборочно показывал на кого-то чем-то длинным. Этих не трогали. Остальных уводили. Кое-кто пытался сопротивляться, но большинство едва могли передвигать ноги. Наконец Дюссендер останавливался перед Тоддом. Мучительно долго они смотрели друг другу в глаза, после чего Дюссендер тыкал ему в грудь своим старым зонтиком. А этого в лабораторию произносил он, обнажая фальшивые зубы. Уведите этого американского мальчика. Иногда Тоду снилось, что он одет в эсэсовскую форму. Сапоги начищены до зеркального блеска. Тускло мерцает мертвая голова на фуражке. И стоит он не где-нибудь, а в самом центре родного города у всех на виду. Кто-то уже показывает на него пальцем, кто-то начинает смеяться, у других его вид вызывает шок, гнев, омерзение. Вдруг, скрипнув шинами, останавливается допотопный автомобиль. Из него выглядывает двухсотлетний старик, почти мумия, с пергаментным лицом Дюссендер. Я узнал тебя, пронзительно кричит он. Потом обводит взглядом зевак и вновь обрушивается на Тодда. Ты был начальником лагеря в Паттоне. Посмотрите на него, упырь из Паттона. Это его назвал Гиммлер мастером своего дела. Смерть убийцы, смерть! Ерунда, пробормотал Тодд, отгоняя нахлынувшее видение. Ерунда все это! Он у меня вот где! Он поймал на себе взгляды случайной парочки и с вызовом уставился на молодых людей, провоцируя их на какой-нибудь выбор. Те отвернулись, им показалось, что губы мальчика были растянуты в ухмылке. Тодд быстро сунул листок в карман и помчал на велосипеде в аптеку неподалеку. В аптеке он купил жидкость для выведения чернил и синюю авторучку. Вернувшись в парк, той парочки уже не было, но алкаши торчали на прежнем месте. Тодд исправил отметки. Английский на 4, историю США на 5, природоведение на 4, французский на 3 и алгебру на 4. Оценку по обществознанию он тоже стер и проставил заново, чтобы уж, как говорится, по всей форме. Да уж, насчет формы он специалист. Ничего успокаивал он себя, главное, предки не узнают. Они еще долго не узнают. В третьем часу ночи парализованный страхом Курт Дюссендер проснулся от собственного стона ловя ртом воздух. Грудь точно придавила тяжелым камнем. А что, если это инфаркт? Нашаривая в темноте кнопку, он чуть не сковырнул ночных. Успокойся, сказал он себе. Видишь, это твоя спальня, твой дом, Санта-Доната, Калифорния, Америка. Видишь, те же коричневые шторы на окне, те же книги из лавки на Сорот-Стрит, на полу серый коврик, на стенах голубые обои, никакого инфаркта, никаких джунглей, никто тебя не высматривает. Но ужас, словно прилип к телу омерзительной влажной простыней, и сердце колотилось как бешеное, опять этот сон. Он знал, рано или поздно сон повторится, проклятый мальчишка. Письмо, которым он прикрывался, это, конечно, блеф, и весьма неудачный, позаимствовало с какого-нибудь телевизионного детектива. Найдется ли на свете мальчишка, который не распечатает конверт с доверенной ему тайной? Нет таких? Почти нет. Эх, знать бы наверняка. Он осторожно сжал и разжал скрюченные артритом пальцы. Вытащив из пачки сигарету, он черпнул спичкой о ножку кровати. Настенные часы показывали два часа сорок одну минуту. Про сон можно забыть. Он глубоко затянулся и тут же закашлялся дымом. Да уж, какой там сон? Сойти что ли вниз и пропустить один-два стаканчика или три? Последние полтора месяца он явно перебирал. Разве так он держал выпивку в 39-м в Берлине, когда оказывался в увольнении, а в воздухе пахло лебедой? И со всех сторон звучал голос фюрера. И казалось, отовсюду на тебя был устремлен этот дьявольский повелевающий взгляд. «Мальчишка, проклятый мальчишка, это все!» начал он и вздрогнул от звуков собственного голоса в пустой комнате. Вот так же вслух он разговаривал в последние недели в Патайне, когда мир рушился на глазах, и на востоке с каждым днем, а потом и с каждым часом все нарастал русский гром. В те дни разговаривать вслух было делом естественным. В результате стресса люди и не такое вытворяют. «Это все результат стресса», произнес он вслух. Он произнес это по-немецки. Он не говорил по-немецки много-много лет, и сейчас родной язык согрел его и размягчил. Так успокаивает колыбельное нежных сумерках. «Да, стресса», повторил он, «из-за мальчишки, но давай начистоту, не врать же самому себе в три часа ночи. Разве тебе так уж неприятно вспоминать прошлое? Вначале ты боялся, что мальчишка просто не может или не сможет сохранить это в тайне. Проговориться своему дружку, тот своему и так далее. Если он столько молчал, будет молчать и дальше, а то заберут меня и останется он без своей живой истории. А кто я для него? Живая история! Он умолк, но мысли продолжали вертеться. Одиночество. Кто бы знал, как он погибал от одиночества? Даже подумывал о самоубийстве. Сколько можно жить затворником? Единственные голоса по радио, единственные лица в забегаловке напротив. Он старый человек. И хотя он боялся умереть, еще больше он боялся жить, жить в полном одиночестве. У него было плохо с глазами, то чашку перевернет, то обо что-нибудь ударится. Он жил в страхе, что если случится что-то серьезное, он не доползет до телефона. А если доползет и за ним приедут, какой-нибудь дотошный врач найдет изъяны в фальшивой истории болезни мистера Денкера и таким образом докопаются до его настоящего прошлого. С появлением мальчишки все эти страхи как бы отступили. При нем он безбоязненно вспоминал былое. Вспоминал до немыслимых подробностей, имена, эпизоды, даже какая была погода. Он вспоминал рядового Хейнрейда, который залег со своим ручным пулеметом в северо-восточном бастионе. У Хейнрейда был на лбу жировик, и многие звали его циклопом. Он вспомнил Кесселя, носившего при себе карточку своей девушки. Она сфотографировалась на тахте, голая, с закинутыми за голову руками. И Кессель, небесплатно, разрешался служивцам ее рассматривать. Он вспомнил имена врачей, проводивших эксперименты. Имена, имена. Обо всем этом он рассказывал, вероятно, так, как рассказывают старые люди, с той только разницей, что стариков обычно слушают в пол уха неохотно, а то и с откровенным раздражением. Его же готовы были слушать часами. Так неужели это не стоит нескольких ночных кошмаров? Он раздавил сигарету, с минуту полежал, глядя в потолок, а затем свесил ноги с кровати. «Хороша парочка», подумал он, «Ничего не скажешь, то ли подкармливаем друг друга, то ли пьем друг у друга кровь. Если ему, Дюссендеру, по ночам бывает не сладко, каково интересно мальчику, ему-то как спиться, вряд ли». За последнее время он явно похудел и осунулся. Дюссендер подошел к стенному шкафу, сдвинул все вешалки вправо и вытащил откуда-то из глубины свой театральный костюм. Форма повисла, как побитые черные птица. Он коснулся ее свободной рукой, коснулся, погладил. Прошло немало времени, прежде чем он снял ее с вешалки. Он одевался медленно, не глядя на себя в зеркало, пока не застегнулся на все пуговицы. Опять эта дурацкая молния на брюках. И не защелкнул ременную пряжку. Только после этого он оглядел всего себя в зеркале и одобрительно кивнул. Он снова лег и выкурил сигарету. Вдруг его потянуло в сон, он выключил ночник. Неужели все так просто? Он не мог поверить. Однако не прошло и пяти минут, как он спал, и в этот раз ему ничего не снилось. февраль 1975 после обеда Дик Боуден угощал коньяком, отвратительным на взгляд Дуссендера. Разумеется, он не только не подал виду, но и всячески его расхваливал. Мальчику поставили шоколадный напиток. За обедом тот двух слов не сказал, может быть, волновался. Похоже, что так. Дуссендер сразу очаровал Боуденов. Тот, чтобы раз и навсегда узаконить ежедневные читки, внушил родителям, что у мистера Денкера очень слабое зрение, значительно слабее, чем это было на самом деле. Тоже мне добровольная собака-поводырь, усмехнулся про себя старик. Дуссендер старался все время об этом помнить и, кажется, ни разу не сплоховал. Он надел свой лучший костюм. Было сыро, но артрит вел себя на редкость миролюбиво. Так, легкая боль. По непонятной причине мальчик просил его не брать зонтик, но он настоял на своем. В общем, вечер удался, даже плохой коньяк не мог его испортить. Что там, ни говори, от Дюссендер лет десять не выбирался в гости. За обедом он говорил о немецких писателях, о послевоенном восстановлении Германии, о своей работе на заводе Эссен-Мотор, где Боуден задал ему несколько толковых вопросов и, как будто, остался доволен услышанным. Моника Боуден выразила удивление тем, что он так поздно решился переехать в Америку. И Дюссендер, близоруко щурясь, поведал о смерти своей жены. Моника была само сочувствие, и вот они попивали отвратительный коньяк, когда Дик Боуден друг сказал, «Может быть, я торгаюсь в личное, тогда, мистер Денкер, пожалуйста, не отвечайте, но что хотелось бы знать, вы делали во время войны?» Мальчик напрягся, впрочем, едва заметно. Дюссендер улыбнулся и начал нашаривать на столе сигареты. Он их отлично видел, но важно было сыграть без единой ошибки. Моника подала ему пачку. «Спасибо, дорогая, вы замечательная хозяйка. Моя покойная жена и та могла бы вам позавидовать». Польщенная Моника рассыпалась в благодарностях. Тот глядел на нее волчонком. «Нет, не вторгайтесь», обратился Дюссендер к Боуденому старшему, закуривая. «Сорок третьего я по возрасту находился в резерве. В конце войны стали появляться надписи на стенах. Тот высказывался по поводу Третьего Рейха и его сумасшедших создателей. В частности, одного, главного сумасшедшего». Спичка догорела, лицо Дюссендера было почти торжественным. «Многие испытали облегчение», видя, как все оборачивается против Гитлера. «Огромное облегчение». Тут он обезоруживающе улыбнулся. Следующую фразу он адресовал непосредственно Дику Боудену, как мужчина-мужчине. «Хотя никто, сами понимаете, не афишировал своих чувств». «Хм, ну еще бы», сознанием дела сказал Боуден старший. «Да, не афишировал», печально повторил Дюссендер. «Помню, как-то мы своей компании, четверо или пятеро близких друзей, сидели в кабачке после работы. Тогда уже случались перебои со Шнапсом и даже пивом. Но в тот вечер было и то, и другое. Наша дружба прошла испытание временем. И все же, когда Ганс Хаслер заметил вскользь, что фюрера вероятно ввели в заблуждение, посоветовав ему открыть русский фронт, я сказал «Побойся Бога, что ты говоришь?» Бедный Ганс побледнел и быстро сменил тему. Через три дня он исчез. Больше я его не видел и остальные по-моему тоже. «Какой ужас!» прошептала Моника. «Еще коньячку, мистер Данкер». «Нет, нет, спасибо!» улыбнулся тот. «Хорошего понемножку», как говорила моя теща. Тот нахмурился. «Вы думаете его отправили в лагерь?» подал голос Болден старший. «Вашего Хастлера». «Хастлера!» деликатно поправил Дюссендер. и помрачнел. «Многих постигла эта участь лагеря, позорная страница Германии, за которую наш народ будет казниться тысячу лет. вот оно, духовное наследие, оставленное Гитлером». «Ну, это уж вы чересчур», заметил Дик Болден, закуривая трубку и выпуская ароматное облачко. «Насколько мне известно, большинство немцев даже не подозревало о том, что происходит. В Аушвице, считали местные жители, работает колбасный завод». «Фух, какая мерзость!» взгляд Моники, обращенный к мужу, призвал его закрыть тему. «Вы любите запах табака?» улыбнулась она гостью. «Я обожаю этот запах». «Я тоже», поспешил согласиться тот, подавляя непреодолимое желание чихнуть. Тут Болден старший перегнулся через стол и хлопнул сына по плечу. Тот подскочил. «Ты у нас сегодня тихий какой-то. Не заболел, а?» Тот странно улыбнулся одновременно и отцу, и гостю. «Да не, пап, просто я слышал про все это». «Слышал?» изумилась Моника. «Тот, что ты?» Мальчик сказал правду, вступился за него Дюссендера. «В этом возрасте они могут себе позволить говорить правду. Нам взрослым это уже бывает не под силу. Не правда ли, мистер Боуден?» Дикс засмеялся, кивая в знак согласия. «А что, если я предложу Тоду прогуляться со мной до дома?» спросил Дюссендер. «Хотя ему, конечно, пора садиться за уроки». «Тот очень способный ученик», словно по инерции подхватила Моника, озадаченно глядя на сына. «Одни, четверки, пятерки». В последней четверти он, правда, схватил тройку по-французскому, но к Марту сказал, все будет тип-топ. «Да, тот смысл кот». Ответом ей была все та же странная улыбка и легкий кивок. «Зачем идти пешком?» возразил Дик Боуден. «Буду рад вас подбросить». «Спасибо, но я предпочитаю пешие прогулки». «Так как же?» «Нет, если не хочется». «Ну что вы», тот поднялся, «я с удовольствием». Отец и мать дружно наградили его поощрительной улыбкой. 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 Улыбкой.